итак друзья здорово быть в божьем доме аминь а и вы знаете когда вот я смотрю на а прославление на поклонение и кто-то поклоняется а кто-то стоит просто наблюдает и примерно так читается о том что ну быстрее бы проиграли вот как-то вы здесь быстрее бы к слову божьему чтобы проповедник он как-то оживил пошутил развлек и что-то ну как конечно безусловно я и это и буду делать но на самом деле я хочу сказать что богослужение нельзя вот знаете вырывать по кусочкам нужно понимать что каждая каждая часть служения в доме божьем она важна и бог может тебе проговорить вообще через поклонение бог может проговорить тебе через проповедника бог может проговорить тебе тогда как говорят говорят о пожертвованиях и так далее то есть настраивайся всегда на вот на полноту богослужения аминь и забыл еще поприветствовать людей которые пришли первый раз первый раз пожалуйста поднимите руку кто пришел первый раз слава богу сто еще кто еще пришел первый раз может на балконе кто то есть вот я тоже вас вижу первый раз слава богу ну хорошо друзья и конечно первую очередь я буду проповедовать тем кто пришел первый раз почему потому что вы уже многие на меня знаете на и мне даже уже ободрили в фойе я говорю что-то народу мало виду потому что проповедуешь я шучу так так вот друзья конечно безусловно у нас тема месяца посвящена миру божьему до писание говорит послание к фессалоникийцам да по моему и мир божий который превыше вся кума соблюдет сердца ваше помышление ваше во христе иисусе не с первых рядов показывают я знаю я учил в библейской школе вы что ребят это самый важный один из самых важных стихов послушайте на самом деле мир божий это очень важно и архи важно особенно когда наверное мы попадаем в какие-то вообще поседневные ситуации в нашей жизни и я верю то что покой божий да и моя проповедь будет называться что обещает нам нам покой божий я хочу сказать что это не просто не только чувство покой божий это состояние или импортации небес в наши сердца и это очень важно друзья почему потому что я потом мы с вами посмотрим важность покоя божьего но сначала мы поговорим как говорится проблематика от беспокойства и я думаю что это один из таких бичей общества до беспокойства люди живут в беспокойстве я посмотрел что такое в википедии одно из выражений это определение точнее извините беспокойство оно звучит как тревога да или мне понравилось отрицательное ожидание от будущего а библия говорит вера же есть осуществление ожидаемого да еще раз вера есть осуществление ожидаемого то есть другими словами когда ты ожидаешь что-то отрицательное да или ты находишься в состоянии беспокойство то кроме негатива в твою жизнь ничего не придет мало того друзья на самом деле бог он бог отец не просто иисус открыл в новом за эти впервые когда учил учеников молиться да как у нас называется молитва очень наш но это не случайно именно иисус начал молитву со слова отче или отец то есть он впервые в новом завете открыл бога как отца и поэтому друзья на самом деле цель отца это в первую очередь утешить ребенка когда он находится в беспокойстве мы знаете стали специалисты по беспокойству мы беспокоимся на котировки этих валют всегда так ты знаешь доллар повысился надо же да ты чё как переживаешь слушай евро подскочил что-то и так далее какая разница тебе вообще ты получаешь зарплату в рублях тратишь ее в рублях живешь ты вообще в рублевой зоне и и знаешь я вот я беспокоюсь да не надо тебе беспокоиться некоторые беспокоятся в соцсетях что они там скажут поставит лайки на согласны ли или какой-то негативный отзыв тебе напишут и вот люди живут вот в этом беспокойстве знаешь даже из двух слов состав без покойства но это моя интерпретация так вот друзья и бог хочет чтобы мы с вами были или вошли другими словами в его пока вы знаете беспокойство это вообще проклятие и псалом 94 в девятом стихе нет десятом написано 40 лет я во гневе был на них на 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 их поколение то в современном переводе они были мне неверны и моими путями идти отказались и написано смотрите и тогда во гневе во гневе моем сказал что в их земле отдохновения не будет вот представьте себе то есть люди которые отказываются ходить божьими путями и противится богу написано отдохновение не будет то есть даже если когда они будут отдыхать отдыха не будет поехал в турцию напоролся там утонул или я не знаю поехал куда-то отдыхать разодрался там приехал на инвалидной коляске почему потом что-то вы молчите друзья ну ладно я шутить чуть попозже буду и так друзья а и люди они другими словами беспокоиться и смотрите в евангелии от иоанна 14 главе 26 стихе иисус презентует духа святого если можно так назвать он проводит презентацию то есть он говорит и пошлю другого утешителя духа истины которым мир не может познать да а вы знаете его так вот смотрите когда ты например а себе пишешь какое-то резюме чтобы потом себя представить презентовать ну где-то там на собеседование тогда или ты хочешь продвинуть какого-то человека ходатайствуя за него говоря перед кем-то самое первое качество ты называешь который является самым лучшим качеством в этом человеке да несмотря на то что у него еще много качеств положительных так ведь так вот то же самое иисус он впервые показывают самое наверное важное божье качество духа святого это утешить послушайте самый важный у бога или самая важная цель в начале нас утешить вот так или нет вот у вас есть дети да и когда ребенок в беспокойстве нет в смысл нет смысла никакого заставлять его в этот момент учить стихи ну или стих какой-то из школьной программы но так или нет он не выучит его почему беспокойство он смотрит на тебя но как бы сквозь тебя и ты же не говоришь нет все равно учи как чё там стих мцири сейчас засмеялись половина половина нет не значит такое я помню меня заставляли учить этот стих мцири я до сих пор не понимаю что это такое для меня мцири это примерно оно знаете вот как-то неопределенно кто это воин или фамилия или имя но но пришлось учить так же некоторые из нас читают библию для них мцири и все поэтому друзья а и на самом деле когда мы входим в покой его покой это не то что я еще раз повторю это не чувство это состояние вы знаете писание говорит в одном из мест писаний когда бог говорит моисею я сам веду тебя в покой помните такой библии написано я сам виду этого исход 30 3 глава по моему да написано я сам веду тебя в покое а в современном переводе я поведу тебя поэтому покой божий очень тесно связан с водительством божьим аминь когда мы с вами находимся когда мы водимы духом святым когда дух святой нам подсказывает когда библию нам подсказывает когда бог нам подсказ бог нас ведет друзья и вот в этом тоже заключается покой покой это не просто лежать на печи я в покое божьем и ничего не делаю покой все таки это подразумевает когда ты действуешь когда ты активен на в своей жизни но твоя активность она заключена в божьих принципах ну так или нет или основаны на божьих принципах и давайте мы дальше уже я как-то свое вступление заканчиваю у меня осталось 29 минут все здесь хорошо и мы откроем с вами псалом который никто вообще никогда не знал не видел это псалом 90 друзья 90 псалом и мы кстати на нем как-то застрянем и его немножко изучим чтобы этот псалом для тебя не звучал цири и так открыли до писание говорит с первого стиха смотрите интересный момент написано живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего покоится говорит господу прибежище мое и защита моя бог мой на которого я уповаю его знаете я помню как впервые я встретил с этим псалмом 90 псалом так интересно была картина раньше вот знаете были общие бани ну смысле не мужские и женские вместе а мужские и женские отдельно общий баня кто был в общем банях да ну многие были и вот я помню как-то зашел и как-то мод уже пошла в начале 90 как все стали верующие все начали ходить посещать храмы и неважно кто-то бандит там студент вообще неважно это вот как-то было так вот модно и вдруг я в бане смотрю представьте себе голые мужики и у всех повязки вот здесь черные я вообще не понял главное все в этих повязках у повязка просто ленточка черная это не черный пояс по карате а ну как бы такая и я говорю а чуть такое вообще что это живые помощи я говорю смысле живые помощи оказывается там на нем вот на на этих лент ленточках написан как раз вот этот псалом вот этот ягод так хочу в нем моетесь туши и одежду если сняли так шленочку сними ну а помойся потом одень нельзя помощь потеряется я думаю зачем тебе помощь в бане странное какое-то заявление так вот друзья а и впервые вот я помню как-то раз и живые помощи но на самом деле друзья солом 90 он открывает нам покой божий в начале в первых двух стихах что это очень важно и потом когда человек входит в покой божий когда он успокаивается как здесь написано смотрите живущий под кровью всевышнего покоится это вообще никак не связано с твоими похоронами раньше как-то узнаешь успокоился или покоится значит вот под саваном он лежит и собственно говоря у него вот друзья стоят смотрят на него в последний путь как бы вообще не об этом божья мысль здесь другая она здесь о том что нужно вначале войти в покой божий через который дальше открываются обещание божье да или перспективы божья для каждого из нас ну так или нет потому что мы читаем дальше написано смотрите говорит господу прибежище мое защита моя бог мой на которую я уповаю и третий стих написан он избавит тебя от сети ловца от гибельной язвы перьями своими осенит тебя и под крыльями его будешь безопасен щиты ограждения истина его смотрите друзья мы здесь видим что бог показывает каждому из нас что он тебя избавит от чего от сети ловца чтобы сеть ловца сеть ловца это обман послушай в нашей жизни бывают вещи так сильно заувалированы что вообще без помощи духа святого ты не сможешь разобрать истинный источник отношений сферы жизни предложение которые тебе приходят вот без духа святого мы можем не разобраться я помню как я учился в библейской школе в москве я иду все же знаешь там же накачивают тебя и ты становишься таким верующим победоносным и так далее все бог тебя благословит все хорошо я как-то иду и смотрю пачка денег лежит реально пачка денег на асфальте я думаю благословение божье я подхожу с таким спешим внутренним дерзновением и уже благодарностью за то что бог меня так сильно благословил и вдруг у меня реально внутри вот крик такой аж даже обернулся думаю что это не кто-то кричит не бери прям вот так я я встал посмотрел и такой думаю я понял что это дух святой и знаете что это оказалось просто разводил его потому что меня обгоняет другой парень другой ну кто-то там сзади увидел схватил и сразу же из всяких всех углов подлетают бравые парни который один говорит давай поделим с тобой и вдруг находится пока не делит находится хозяин оказывается якобы этой пачки денег и говорит это мое отдайте и тот отдает а у тебя оказывается типа что они по ну ты ему тоже отдаешь эту свою часть что ты поделил и он говорит там было больше и они начинают тебя раскручивать и забирают у тебя по сути все деньги вот представьте себе и дух святой меня предупредил поэтому друзья это обещание особенно когда ты являешься бизнесменом еще кем-то ты заключаешь какие-то сделки слушай святого духа аминь потому что это обетование того что он избавит тебя от сети ловца некоторые застряли в соцсетях и живут там соцсетях так вот бог тебя избавит от сети ловца и писание говорит дальше написано смотрите от гибельной язвы это вопрос болезни вы знаете конечно безусловно мы заболеваем мы болеем как-то болеем и так далее и кто-то кто-то сто процентов не болеет в эту бывает переборь перебаливает но я помню когда я заболел а коронавирусом а я достаточно легко перенес физически но ментально реально это прямо болезнь губителю как будет круто то она из ада реально потому что твое состояние она говорит и сразу ты умрешь вот я помню это же схоже все равно с гриппом и пневмония тоже двухсторонний болел никогда не был таких мыслей вот реально ты болеешь просто болеешь физически давать температуру да у тебя там недомогание слабость но никогда не было таких мыслей о суициде никогда не было мысли о смерти ты знаешь а эта болезнь и вот она как раз такая демоническая гибельная язва другими словами послушай поэтому когда ты болеешь или заболел вдруг молись в это время не только важно не только таблетки есть друг мой молись просто активнее почему потому что вся сразу все сражение она происходит в голове аминь дальше библия говорит смотрите перьями своими осенит тебя под крыльями его будешь безопасен щиты ограждения истина его я помню как библейской школе опять же в москве мы с другом шли как-то после там вечернего богослужения общались и так далее и так далее и у нас по плану утром был как раз вот этот салон и я его прочитал потому что нужно было велись школе учить стихи и читать по плану библию библию и мы утром вот этот салон как раз и прочитали поехали в школу потом школа закончилась вечером было богослужение и вот мы вечером часов десять мы идем с ним домой с андреем он такой из кузбасса парень такой здоровый и смотрим драка вот прям перед нашим подъездом ее никак не обойти что-то перекопано было тут так еще что-то и ну и не обойти вот они дерутся не просто дерутся там человек было человек 6 и в общем четверо пинают двоих и прямо вот пинают и андрей такой надо защитить и я понимаю что мы же не встанем молиться вокруг них ходить там же надо разнимать как-то и так и он как-то резко пошел вперед и я думаю что-то в псалме написано было крыльями крыльями что-то крыльями и андрей подбегать с такими словами он разнимает прямо 1 поднимает он здоровый такой а ну стоять христос воскрес и вы знаете интересный момент они как-то вскочили смотрят не поймут кто воскрес чего вроде пасха и как-то воспользовались этой ситуации в общем раздняли и так далее и так далее и все нормально знаешь я вот я помню думаю где-то что-то вот кого-то осенил кто-то кого-то покрыл и так далее сработало аминь она уже сработал что и бывают такие ситуации неожиданность что даже местописание вспомнить не можешь в этот момент это сейчас ты думаешь я скажу вот так вот а потом я скажу так а будет как неожиданная ситуация и все и ты просто подбираешь судорожно местописание они как даже не клеются но главное верить дом знать где написано потому что бог тебе поможет другими словами и писание говорит друзья бы дальше мы смотрим написано щит и ограждение истины его друзья смотрите иногда не надо уж так сильно просить о защите и ограждение если ты знаешь истину аминь то истина делает тебя свободными ведь на самом деле мы когда сейчас живем в веке такого атмосферы да вот 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 в церкви вот атмосферу ты кран огромный там еще где-то вот атмосфера когда ты идешь на там поэтому по мы сейчас у нас сейчас город готовится 800 лет и вот везде атмосферу создается атмосфера парки там и так далее и мы привыкаем к этой атмосфере мы с того места становятся заложниками атмосферы как было в на богослужение тебя спрашивать атмосфера была классная а дальше чё а дальше было про бога но на самом деле писание говорит познайте истину да вставь во главу угла истину а истина есть слово божье потому что писание говорит о том что последние времена явится всевозможные лже какие-то пророки и даже писание будет явные лже чудеса и знамения которые будут не соответствовать библии и люди которые не знают истину который не ставит истину слова божья во главу угла а им будет тяжело различить это от бога или это не от бога и здесь какие-то предложения тебе будет тебе будет очень сложно строить и выстраивать какие-то сферы своей жизни не зная истины или истинного источника потому что писание говорит слово божье она есть светильник для ноги твоей аминь и для пути твоего и дальше о путях там тоже говорится в салме 90 описание говорит смотрите написано не убоишься ужасов ночи стрелы летящий днем я всегда размышлял над этим словом что тут имеется ввиду ужасов ночи друзья ужасы в ночи это бессонница вот вы знаете я самым с некоторым служителем разговариваю многие не спят страдают бессонницей послушай бессонница она всегда сопровождена сильным стрессом внутренним негативным диалогом то есть ты кубаторишь кубаторишь негатив какой-то и ты потом не спишь вот и все и когда ты не спишь у тебя плохой сон ты днем становишься неэффективным вообще это очень важно и сейчас многие кстати спрашивают даже психотерапевты там еще кто-то они в первую очередь спрашивают одно из там расстройств каких-то психических они связь прошу тебя как со сном то есть сон тебя какой здоровый или здоровый значит это важно почему потому что во сне происходит перезарядка всего организму мозг отдыхает и так далее так во сне мы растем да растем кто метр девяносто того здоровый сон видимо было итак друзья и это очень важно стресс почему потому что и тем более откуда он берется от огромного объема информации порой ненужной который нас окружает и поэтому это архиважно чтобы нам быть и ценить покой божий аминь потому что покой божий это утешение библия говорит там дальше стрелы летящий днем и душ стрелы летящий вот и вот ты идешь куда-нибудь с работы там откуда ты ты опасаешься вдруг стрела летящие днем вот никто об этом не задумывается а а раньше а вот оказывается для этого для автора этого послания была проблема и он молится стрелы летящий днем друзья на самом деле раньше когда это псалом писался были войны а когда войны проходили днем ну не ночью очень ничего не видно там рубиться этими как у стрелять из луков и так далее днем то есть другими словами бог будет с тобой и сохранить тебя во время твоих сражений слышишь когда ты что-то преодолеваешь когда ты сражение когда жизнь бросает тебе вызов слышишь когда ты входишь что-то новое другими словами аминь то бог сохранит тебя и он даст тебе победу в своем в твоем сражении ну так или нет спасибо я стараюсь и так писание говорит язвы ходящий во мраке слушай это здесь на самом деле три раза упомянуто слово язва вот три раза что тут было видимо у автора язва он все язвы называл знаешь что иногда какие-то обстоятельства не хватает слов и ты одно и то же слово прилепляешь вот язва язва болезнь язва там язва ходящий во мраке написано и заразы опустошающий в полдень падут подле подле тебя тысячи и десять тысяч а десну тебя но к тебе не приблизиться только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивый вот знаете я думаю что зараза который назван опустошающие в полдень это всевозможные катаклизмы кризисы да и мы боимся часто кризисов о кризис скоро будет кризис опять кризис и и все как-то боятся это послушать на самом деле в кризис в кризисах всегда приходит обновление приходит творческий разум ну так или нет у тебя что-то рухнуло ты понимаешь что делать и ты сразу начинаешь что молиться ну так или нет ты лишь господи прибежище мое на тебя уповая аллилуйя раз и идея какая-то приходит раз приходит какой-то какая-то маленькая деталька которые потом запускает целый огромный механизм благословений в твоем будущем но так или нет поэтому не не переживай кризис придет а может и не придет просто уповай на бога вот и все бог будет с тобой в кризисе но так или нет и библия говорит смотрите падут подли тебя тысячи десять тысяч один сон у тебя но к тебе не приблизиться только с отчами будешь смотреть твоими видеть возмездие нечестивым это как бы ну момент когда у тебя какая-то трудно трудность или натиск но иногда есть моменты когда бог как-то делает все чудесным образом я помню в революционном центре 2000 год влада михеева все знаете он отдал свой недостроенный дом нам под революционный центр и вот мы там пять человек проходили реабилитацию и это было первый революционный центр вообще в нижегородской области и вот значит я на втором этаже смотрю проповедь так хорошо и думаю чушь мне так хорошо то и вдруг брат бежит с первого этажа спускайся нас бить пришли реально нас пришли бить я спускаюсь стоят шесть человек пьяных прям в прихожей стоят такая бригада три года и вот и с ними девушка пьяная икающая сзади такая и кает прям по-настоящему как так громко и они говорят мы сюда пришли с вами разобраться потому что вы такие то такие то и главное логика непонятная наркоманов держите цепями в подвале а у влада реально был подвал я говорю ну пошли покажу я значит мы с ними спускаемся в подвал а я спускаюсь и думаю крутись вертись что делать сейчас ну как с ними драться ну или там много я как-то про себя помолился впервые самые искренние молитвой пока шел я ощущал себя моисеем пока вел их подвал и значит мы вышли я гребят а чего вообще вы вы откуда они такие мы от графа вы знаете у бога есть реально чувство юмора я говорю они юру ли его зовут и они сразу раз откуда ты его знаешь ну а мы с ним реально дружили когда их изучали тюремно английский язык в дзержинске и и мы значит я говорю да так вот ну в общем я говорю передавайте привет ему от такого такого то они такие давай поговорим и вот мы сели и значит я понимаю что половину уже мне симпатизирует потому что я начал свидетельствовать я начал говорить а вот господь и так далее и один этот предводитель который был отличительный начесанный махеровый шар ну кто-то из 90-х они они помнят вот этот квадратный зеленый с этим сам с красным орнамент такой я смотрю этот уже за меня могут слушай молодец ты и бога знаешь и графа а другие дача у сектант и так далее то я смотрю они начинают с друг другом ссориться я сижу в сторонке и вспоминаю это местописание только очами будешь своими смотреть и в общем они как-то не договорились встали между собою идут по мере выхода ругаются и этот предводитель к ним поворачивается дайте поцелую я говорю не надо меня целовать все нормально и они ушли и вы знаете и на самом деле мы ничего не делали мы не ни в коем случае не дрались не мы даже не защищались физически это бог как-то сделал так все чудесным образом и конфликт разрешился и больше они к нам не приезжали аминь поэтому все будет хорошо писание говорит 10 стих не приключится тебе зло опять язва и язва не приблизиться к жилищу твою смотрите здесь контекст не закончен и писание говорит после этого ибо ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих на руках понесут тебя да не притнешься а камень ногою твоей подожди причем здесь дом и пути то здесь как-то соединяться в контексте о том что на язва или сложность какая-то не приблизиться к дому твоему потому что бог заповедал ангелом охранять тебя на всех путях твоих послушай если твои пути точнее или да твои пути угодны богу то в доме будет все хорошо аминь вот вы знаете иногда вот какие-то моменты я смотрю на своих детей ну по крайней мере на двух старших они уже реально рождены свыше они понимают что бог это авторитет в их жизни и так далее но я замечал что я как-то вот так с ними не сидел ночами вечерами читай мы цири нет я с ними как-то даже его господь а как я не знаю даже время тебя даже как-то стыдно вообще что я с ними особо то и не занимался а потом я вдруг мысль приходит слушай бог говорит так ты служишь мне ты священник а если ты служишь мне я вижу это и пути угодны мне то я позабочусь о доме твоем ну конечно это не говорит о том что тебе теперь не надо заниматься семьей там вклады семья ну понимаем пой поняли мысль да вот иногда ты думаешь ой я где-то не успеваю значит там бог преуспеет аминь вот и все поэтому друзья когда твои пути они с господом то бог хранит твою твой дом имеется ввиду атмосферу твоего дома и писание горит смотрите и написано на руках понесут тебя ты знаешь когда ты понимаешь что ты угождаешь богу когда ты послужил хорошо у тебя как тебя как будто жизнь на руках несет и у тебя нет черного понедельника заметил некоторые они уже все грустить начинает воскресенье а что ты завтра на работу и узнаешь когда ты в воле божьей даже если ты я не знаю этот фрезеровщик или токарь ты токарь у меня дед был токарь смысле без двух пальцев и вот профессиональный токарь он так сильно любил свою работу вообще он просто шел туда с радостью почему потому что это было его дары наверное я не знаю и также и у него не было вот этого черного понедельника страшного понедельника понедельник день тяжелый у него его не было почему потому что его пути совпадали с божьими путями ну по крайней мере в его деятельности аминь библия говорит на аспида и василийска наступишь ну это не муж женой здесь если зовут василийска по машину не рукой на спида и василийска наступишь попирать будешь льва и дракона друзья это обетование смелости послушай где и иногда мы не входим в божье призвание из-за того что нам порой не хватает смелости и а где тогда ее взять вот эту смелость ведь не все такие смелые давить ну ну согласись ты читаешь где-то местописание и там и там герои библии вот они проявляли там что стоит когда вошли там сидрах мысах авдинага в печь раскаленную мам дорогая я вообще бы я бы от страха сгорела не то что от печи и ты смотришь вот эти и думаешь вот у них была смелость послушай у нас также мы можем черпать смелость от бога или дерзновение потому что в нас живет дух святой ну так или нет друзья и поэтому а бог хочет дать чтобы мы были смелые дерзновенные в том новом который бог готовит для тебя особенно это может быть какая-то индивидуальная вещь ведь мы же просим каких-то фишек чтобы быть первыми в этом так или нет но вся беда в том что друзья мы не берем эти фишки потому что знаете что мы боимся чужого мнения мы боимся что она скажет или наоборот начинают говорить что-то да и ты ой негатив а я думаю меня будут одобрять послушай а говорят негатив не потому что люди плохие а потому что они такие же новички в этом в чем ты что в чем вернее во что в то что ты входишь вот так или нет они такие же новички поэтому они могут говорить сомнение может они у тебя горит не получится и так далее послушай но у тебя есть смелость от бога если бог тебе открыл и дал эту индивидуальную мысль значит он вложит тебя смелость исполнить и довести ее до конца но так или нет а меньше друзья аллилуйя кто-то вот обыграть кто-то выйдет потому что за 10 минут вышли на первом служении и так написано за то что он возлюбил меня избавлю его защищу его потому что он познал имя мое воззовет ко мне и я услышу его вот это очень важно друзья потому что мы приходим взываем к богу как будто бог не слышал мы начинаем кричать мы начинаем еще громче кричать как будто бог глухой это все от понимания того что как будто знаете иногда есть моменты мы молимся каких-то вещи вещах и даже сомневаемся что бог сейчас слышит нас вот но у вас бывало такое у меня было такое но бог все слышит аминь а вот сидишь думаешь а чушь не отвечают а значит не время вот и потом в конце проповеди объясни когда будет мое время я не знаю твое время поэтому эти в конце проповеди не объясню когда бог тебе ответить библия говорит о том что смотрите в скорби с ним я в скорби избавлю его и прославлю его послушай оказывается жизнь со христом это в том числе и проходить скорби ну так или нет вот вы знаете как тут надо классически посмотреть на библии харизматически иногда а классически харизматически горит всегда лишь все будет хорошо все все будет хорошо все у тебя не будет никаких трудностей ничего все будет классно тебя обманули классически звучит чуть-чуть по-другому у тебя все будет хорошо но через те трудности которых ты одержишь победу с богом и ты будешь сильнее правда же и дальше написано смотрите друзья дальше написано самые любимые обетование вадима николаевича шарова долготою дней насыщу его и явлю ему спасение моё я помню когда мы сели 12 лет на команды 12 лет наверное это 10 назад эдуард георгиевич помнит это собрание и пастор нам говорит и как-то такая атмосфера как будто вот маша играет вот такая она спокойно а какая-то духовная такая вот пастор говорит давайте мы подумаем сейчас как вы думаете какой смертью мы умрем и все такие роз знаете под эту атмосферу как-то посерьезнее начали говорить что-то предполагать может быть вот так может быть так до вадима очередь доходит а я горит вас всех похороню и буду горит ржать на похоронах не плакать а смеяться говорит буду поддерживать говорит те и ваших там внуков там шутить буду там я думаю вот жук николаевич а я горит вас всех похоронил значит человек верит вот в это долготой дней насыщу его но на самом деле друзья это божье обетование для каждого из нас аминь долготою дней этой там не написано количество дней до 100 значит долгота дней имеется ввиду что ты проведешь в этих днях в радости ты проведешь эти дни с богом ты умрешь также как все умирают только вере но так или нет они от депрессии и одни безнадёги а ты как говорится что там в начале покоится и пусть такой хороший покойник божий давайте мы поднимемся друзья и мы помолимся друзья я на самом деле хочу обратиться к тем людям которые вновь вам обратиться хочу которые пришли в первый раз вы знаете друзья евангелие атмосфея в 11 главе 28 стихе написано придите ко мне все труждающие обременен и это иисус говорит и я успокою вас и боевым его моего блага и бремя моего легко на самом деле чтобы действительно войти в покой божий тебе нужен иисус христос другого пути просто нет его просто нет и поэтому это очень важно войти в его покой том числе осознание вечной жизни это же тоже своего рода покой потому что например честно я не беспокоюсь относительно что будет после моей смерти смерти почему потому что я знаю что моя жизнь отдана иисусу христу я не беспокоюсь я просто верю что я встречусь с ним я избавлен от ада так говорит истина друзья и поэтому я хочу обратиться тем людям которые никогда не принимали иисуса христа в свою жизнь если ты хочешь принять иисуса то подними пожалуйста свою руку если хочешь принять иисуса христа и мы вместе с тобой помолимся я помогу тебе и это очень важный на самом деле шаг вообще в дальнейшей твоей жизни это задаст такую хорошую божью колею вообще в твоей судьбе если ты здесь если ты хочешь принять иисуса то мы ждем тебя ты можешь поднять свою руку в знак согласия если ты хочешь принять вот я вижу слава богу за вас слава богу вы можете выйти вместе с тем кто пришли сюда можете выйти аллилуйя слава богу проходите о сегодня парни вчера на первом служении были две женщины слава господу за то что у нас есть церковь за то что у нас есть воскресный день когда мы слышим слово бога и когда мы видим как люди приходящие в церковь новые люди как вы только что видели ну они обретают истину и они отдают свою жизнь и христу и сейчас я бы хотела обратиться ко всем кто смотрел нас возможно первый самый раз это сто процентов не случайность это сто процентов не какое-то недоразумение это было точно в божьем плане чтобы вы сегодня увидели это услышали то что вы слышали или если вы смотрите нас уже очень давно или периодически смотрите а может быть вам постоянно прислать трансляцию ссылку на трансляцию один и тот же друг или подруга или родственник или как-то вас постоянно вдохновляет что-то смотреть и вот наконец-то вы решились это точно часть божьего плана на вашу жизнь тоже и это не случайно то что мы сегодня слышали это истина и она взята из библии слова господа и слова господа говорит во что мы верим что это точно истина в последней станции слова господа говорит всякий кто призовет имя господне спасется если сегодня вы чувствуете какие-то изменения внутри себя и вы чувствуете даже жажду стать частью чего-то большего обрести смысл своей жизни начать жить по-другому чтобы темнота рассеивалась и приходил свет чтобы ложь и какие-то стереотипы шаблоны границы в которых вы живете какие-то рамки чтобы они раздвинулись и вы увидели больше шире вы начали мечтать по-другому смотреть вообще на жизнь если вы чувствуете это желание внутри себя прикоснуться к небесному к вечному господу просто позвольте нам сегодня послужить вам и помолиться за вас и помолиться вместе с вами молитва и покаяние когда в сердце у нас есть вот это чувство ощущение покаяния когда мы принимаем понимаем что мы несовершенны что мы не можем все контролировать своей жизни что не все вообще зависит от нас и что мы действительно нуждаемся в божьей помощи в руке господа которая бы вела нас мы хотим быть детьми божьими мы хотим слышать его голос идти за ним идти за истиной если вы чувствуете это пожалуйста давайте просто помолимся и вы можете говорить со своими словами главное чтобы это было искренне от всего сердца и каждая молитва богу это общение поэтому не нужно ничего заучивать это не какие-то святые слова отдельные это просто ваш разговор как с отцом небесным как с родителем но сейчас я бы хотела повести вас в этой молитве я предлагаю вам там где вы есть прийти в покой закрыть глаза даже возможно если вам будет так комфортнее и просто повторять за мной главное делать это с верой и верьте в каждое слово которое произносите дорогой господь ты мой отец небесный и я вот верю и прихожу к тебе как твой сын или как твоя дочь и я прошу тебя господь прости меня пожалуйста за все мои грехи и за все мои беззакония за все тайные и явные грехи господь прости меня пожалуйста за то что я так долго жил без тебя за то что я отрицал и отказывался от познания тебя господь прости меня за то что я не замечал как сверхъестественны ты двигаешься в моей жизни прости Господь что я не замечал как сильно ты меня любишь и как сильно ты Ты хранишь меня и милуешь каждый день, каждую секунду, даже несмотря на то, что я сам Тебя не вижу и не верю и отрицаю. Господь, прости меня, пожалуйста. И я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты пошел на крест и отдал свою жизнь и пролил свою кровь за меня и искупил меня. И искупил каждый мой грех и каждое беззаконие, прошлое, настоящее и будущее, Господь, вечности. Искупил каждого человека. Иисус, Ты так сильно возлюбил меня, что Ты отдал жизнь свою, чтобы вновь воскреснуть, чтобы я воскрес в Тебе. Господь мой, прими меня и запиши мое имя в книгу жизни. И научи меня, Господь, жить теперь с Тобой, искать Тебя, искать Твоего Царствия. Я молюсь во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Если Вы сейчас молились от всего сердца и искренне хотите жить с Господом, поменять просто Ваш образ жизни, Вы не знаете, что делать, Вы не знаете, в какую христианскую общину пойти. Может быть, Вы живете в другом городе, не знаете, какая церковь там правильная, неправильная, вообще что, как с чем не спутать. И вообще, что такое Библия, и как начать читать Библию, понимать ее и молиться. Здесь мы, мы для этого и служим, чтобы помогать Вам в Ваших первых шагах в вере, чтобы Вы укреплялись и росли в вере и в Духе. И чтобы Вы со временем могли уже самостоятельно, полностью, без всяких посредников просто иметь личные отношения с Иисусом Христом. Личные отношения с Господом. Потому что Он очень этого хочет. Он отдал Сына Единородного на крест, чтобы Вы обрели вечную жизнь вместе с Ним и познали истину. Аминь. Слава Господу за то, что есть новые люди. Слава Господу за то, что Он прилагает спасаемых к церкви. И за то, что Он уже все сделал для нашего спасения. Также мы хотим сейчас помолиться за нужды зрителей, которые смотрели трансляцию, которые писали нужды. У нас не так их много, поэтому я вдохновляю Вас. Если у Вас что-то есть, какая-то ситуация, какая-то трудная ситуация, проблема в жизни, для Господа нет неважных вопросов. И мы, как церковь, мы хотим молиться с Вами, вместе с Вами, за Вас в согласии. Чтобы все нужды, каждая просто, была покрыта Божьим покровом, Божьей рукой. Итак, первая нужда. Просьба помолиться за Ольгу. У нее онкология. Увезли в Нижний, сделали операцию. И там метастазы. И женщина молодая, у нее девочка 4 годика. Человек, который отправил, даже лично не знает этого человека, но знает просто эту историю. И очень просит помолиться. И мы обязательно помолимся за исцеление. И также еще одна нужда тоже в исцелении. Помолиться за мальчика Костю. Возраст год и 8 месяцев. Лежит на аппарате в больнице. Проблема с легкими. Слава Богу за исцеление. Татьяна, это очень правильный подход. Вы как бы говорите о своей нужде, но уже благодарите Господа за исцеление, которое уже дано нам. Оно уже есть. На кресте, когда Господь умирал, когда Он страдал, когда Он проливал свою кровь, Он сказал, свершилось перед тем, как испустить дух. А это значит, что все наши нужды, они уже отвечены на небесах. То есть уже в духовном мире все уже Господом сделано. Он свершил наше исцеление, наше освобождение, финансовое обеспечение. Все, чтобы мы были в полноте освящены. Поэтому давайте сейчас с верой помолимся за исцеление женщины Ольги с онкологией и за мальчика Костю. Пусть просто кровь Христа, одна единственная капля, она может исцелить любую болезнь. Как ядерный взрыв, просто одна капелька, она как ядерный взрыв взрывает все болезни, все недуги, все нечистые духи. Поэтому мы молимся в согласии. Халлелюй, Господь! Мы просим Тебя, Боже, как церковь Твоя, мы просим Тебя, как тело Христа, просто исцели этих людей, исцели Ольгу. Мы молимся за Костю, мы молимся за Ольгу и просим об их исцелении. И мы провозглашаем, Господь, что они уже исцелились ранами Иисуса Христа, ибо так говорит Господь, так говорит Слово Твое Божие, мы принимаем Его и верим. Мы ходатайствуем за них, Господь. Может, они еще не могут, Господь, сами прийти к Тебе попросить. Может, они не могут, Господь, сами прийти и помолиться. Но мы ходатайствуем, Господь, за них. Мы просим за них, Господь мой, и мы верим в Твою благость, в Твою милость. Мы знаем, что Твоя воля благая, угодная и совершенная. И мы знаем, Господь, что если Ты сказал, то так и будет. И если Ты говоришь, что мы исцелились Твоими ранами, значит мы исцелились, Господь. Да будут они исцелены. И мы молимся, Господь, против всякой онкологии, против этого рака. Мы молимся, просто покрывая святой кровью Агнца. Словом свидетельства провозглашаем, что Ольга исцелена. Она исцелилась в духе, она уже совершенно здорова. Господи, помоги принять верой. Пусть вера в ее сердце поднимет свои крылья. Просто обретет вес. Пусть она станет первым, о чем, Господь, думает только. Пусть Твое Слово будет ее лекарством. Пусть провозглашения Твои, Господь, они будут лекарствами ее. Три раза в день, как пища, Господь. Пусть она провозглашает Твою истину во имя Иисуса. Пусть она верит, Господь, ибо вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Господь, помоги ей в ее неверии. Помоги, Господь, пройти этот путь. Помоги, Господь, всей ее семье. Во имя Иисуса, да будет исцелена всякая онкология. И мы верим, что мы будем слышать ее свидетельство. Мы верим, что мы услышим свидетельство Твоего чуда исцеления. И никаких метастаз, никаких последствий вообще не будет у этой онкологии. Просто потому, что мы, как церковь, молимся и благодарим Тебя за то, что Ты уже ответил, Господь. Дай нам терпение, ожидание увидеть это чудо. Мы молимся и покрываем кровью Христа костью. Господь, этого маленького ребеночка, Господь, Твое творение совершенное. Пусть всякий недуг, болезнь легких просто уходит прямо сейчас. Мы приказываем этой болезни уйти прямо сейчас. Запрещаем дьяволу во имя Господа. Мы покоряемся Богу. Мы покоряемся и смиряемся пред Твоим Словом, Господь. И Ты сказал, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. Мы покоряемся Слову Божьему. И мы знаем, что кровь Христа исцелила. Мы знаем, что Иисус умирал и страдал не просто так. Но Он спасает, исцеляет. И Твоя рука спасения и исцеления не сократилась, Господь Всемогущий. И мы запрещаем сатане, мы запрещаем дьяволу действовать в его жизни. И мы запрещаем дьяволу как-то влиять на его органы, на легкие. И мы провозглашаем победу над болезнью. И мы провозглашаем победу над болезнью во имя Иисуса Христа. Помоги, пожалуйста, семье и родителям, Господь. Переживать, Господь, это достойно с верой в Тебя, Господь. Во имя Иисуса. Ты наша опора во всем. Ты, Господь, наша поддержка. Также мы молимся, Господи, за нужды нашей церкви. Если у кого-то есть, Господь, проблемы со здоровьем, с финансами, Господь, с личными отношениями, в служении, Господь, во имя Иисуса, Ты покрываешь все. Ты всемогущий. Твоя рука, Господь. Она крепкая мышца, Господь. Она не сократилась. Чтобы помогать, чтобы, Господь, доставать из каких-то ситуаций, чтобы выводить на свет, чтобы давать свою любовь, свой мир, свой покой, чтобы давать свою надежду в любой ситуации. Молитесь просто сейчас и провозглашайте победу Иисуса Христа над вашей проблемой, над вашей болезнью, над вашими долгами, над вашими кредитами, над внутренними какими-то конфликтами. Во имя Иисуса пусть Божья победа, Божья любовь и Божий мир соблюдают наши сердца. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Да будет так. Аминь. Спасибо большое, что были с нами сегодня. Спасибо, что делитесь ссылками на трансляцию, рекламируете, продолжайте распространять Слово Божие. Вы действительно очень сильно влияете на весь мир, просто рассказывая о Христе. И я вас очень вдохновляю. Евангелизируйте людей. Не бойтесь в соцсетях, в ютуб-каналах, на своих страничках больше говорить о том, что вы причастны к церкви. Больше говорить о том, что вы причастны к Слову Господа, к Иисусу Христу. Что вы знаете Его лично. Пожалуйста, оставайтесь с нами. И до следующего воскресенья мы ждем вас в 11.00. Прямая трансляция. Воскресное богослужение Пратистанской Церкви. Всего вам хорошего. Благословений. Пратистанской Церкви. Продолжение следует...